В этом видео я расскажу о четырех способах, как улучшить свой сон. А также я расскажу, как ледяной душ влияет на наш сон и делает нас худее. А вы знали, что для хорошего сна важно то, что мы делаем весь день. И первый способ – это свет. Нейробиолог из Гарварда Эндрю Хуберман говорит о том, что у наших глаз есть нервные рецепторы, которые реагируют на свет и посылают нервной системе сигнал. И наш мозг понимает, что сейчас утро и пора бодрствовать. После этого у нас повышается уровень кортизола, а также увеличивается метаболизм, и мы становимся более сфокусированы и подвижны. Поэтому очень важно после пробуждения через 30-60 минут получить максимальное количество солнечного света. Яркости света от телефона и других гаджетов будет недостаточно, поэтому нужно выйти на улицу без солнцезащитных очков, чтобы получить дозу солнечного света. В солнечный день достаточно 5 минут, в пасмурный – 10 минут, а в дошливый день от 20 до 30 минут на улице. Также полезно смотреть на закатное солнце, потому что длина волны утреннего и вечернего света отличается, и это дает мозгу очередной сигнал, что сейчас вечер и скоро наступит ночь. Только старайтесь не смотреть прямо на солнце, очень яркий свет может навредить вашему зрению. А вот ночью, наоборот, лучше избегать любого света, даже свет от гаджетов способен нарушить наши циркадные ритмы. Поэтому вечером я включаю ночной режим яркости своего телефона, а также, чтобы с утра подольше поспать и свет меня не разбудил, я надеваю маску. Но на нашем лице, ладонях и ступнях есть специальные рецепторы, которые определяют температуру. Маска нагревает наше лицо, и поэтому с ней лучше спать в более прохладном помещении. Итак, мы переходим к следующему способу – это температура. Профессор Сюзанна Сёберг говорит о том, что перепады температуры являются полезным стрессом для нашего организма. Этот стресс называется хормисис. Например, спорт – это такой же стресс для нашего организма. Когда мы занимаемся спортом в небольших количествах, это полезный стресс для наших клеток. Но когда человек изнуряет себя тренировками и получает от этого травмы, это уже плохой вид стресса. Также и холод полезен только в небольших количествах, а переохлаждение может навредить нашему здоровью. Как говорится, что не убивает нас, то делает сильнее. Ребята, я стараюсь снимать для вас ролики на очень полезные темы про здоровье и долголетие. Поэтому подпишитесь на мой канал, чтобы их не пропустить. Профессор говорит, что когда мы подвергаем наш организм холоду, он вырабатывает бурый жир. Только не путайте его с обычным белым жиром. Бурый жир – это очень полезный вид жира, который ускоряет наш метаболизм, и мы начинаем тратить больше калорий и от этого худеем. А также бурый жир увеличивает количество митохондрий в клетках, и это помогает понизить уровень сахара в крови, а также вредный белый жир. Поэтому люди с большим количеством бурого жира более худея. А также у людей, которые закаляют себя холодной и горячей водой, уровень давления и пульса ниже в спокойном состоянии. Поэтому я стала принимать ледяной душ каждый день в течение одной минуты. Кстати, ледяной душ – это способ поднять уровень дофамина, после которого он не резко падает, а плавно опускается в течение двух часов. Про дофамин у меня есть отдельный ролик на канале, где я подробно рассказываю, как он влияет на наши зависимости. В итоге температура, так же как и свет, влияет на наши циркадные ритмы. Когда мы спим, температура нашего тела понижается на 1-3 градуса, а утром наоборот, повышается на то же количество градусов, и мы от этого просыпаемся. Поэтому все активности, которые повышают температуру тела, например занятия спортом, лучше делать днем, а к вечеру и ночью наоборот понижать температуру тела. После пары минут ледяного душа организм в качестве защиты повышает температуру нашего тела. Поэтому ледяной душ я принимаю днем, а вечером я наоборот принимаю горячую ванну, чтобы опустить температуру своего тела и заснуть быстрее. Но не обязательно принимать ледяной душ. Профессор провела исследование, где люди целый месяц спали в помещении с температурой 19 градусов, и количество бурого жира у них увеличилось. А люди, которые спали с температурой 24 и 27 градусов, наоборот, уменьшили количество бурого жира. И мы переходим к следующему способу – еда. Профессор Сачин Панда говорит о том, что гормон мелатонин, который отвечает за сон, падает в нашем организме только через час после пробуждения. Поэтому в это время лучше не завтракать, а также лучше не есть за 2-3 часа до сна. Вот и получается интервальное голодание. Кстати, в одном из своих роликов, где я проводила на себе эксперимент и голодала целый день, я заметила, что мой 6-часовой сон после голодания по всем показателям был гораздо лучше и качественнее даже 10-часового сна, когда я не голодала. Об этом, кстати, рассказывал Брайан Джонсон, 45-летний миллионер, который очень заботится о своем здоровье и планирует прожить до 200 лет. Про Брайана у меня есть отдельный ролик на канале. Брайан голодает за 10 часов до сна. Его последний прием пищи в 11 утра. Он называет это ужином. Таким образом, его пульс в спокойном состоянии достигает 45 ударов в минуту. Брайан говорит, что это показатель хорошего сна. И хвастается, что последние несколько месяцев у него идеальный 100% сон каждый день. А еще Брайан рассказывает, что он начал слушать теторитмы. Это такие успокаивающие звуки, которые есть на ютубе в бесплатном доступе. Брайан даже рассказывал историю, что он слушал теторитмы во время разговора. И они настолько его расслабили, что он больше не мог продолжать и сразу же заснул. И я проверила эти ритмы на себе. И могу сказать, что они действительно расслабляют. Но такого волшебного эффекта, как на Брайана, они на меня не оказали. Мне больше подходит медитация. Она расслабляет от тревожных мыслей перед сном.